Всё для клёво, это клёво, реки, озёра и душевный покой. На рыбалку едем мы снова, дедушка Днестр ждёт нас с тобой. Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале «Всё для клёво». Поводом для сегодняшнего видео стал ответ на мой запрос в экологическую инспекцию, в Доржавную экологическую инспекцию Украины, к которой я обращался по поводу строительства на выкате Глубокого Трунчука домиков из кирпича и бетона. Территория Глубокого Трунчука находится под охраной Нижнестровского национального природного парка. И вот на выкате этого Глубокого Трунчука в Днестровский лиман находятся домики. Часть из них деревянные, но некоторые есть уже из кирпича и бетона. Так вот, я обратился к Государственной экологической инспекции Украины, чтобы они проверили этот факт и разобрались, почему так происходит. Потому как дирекция национального природного парка на это не реагирует. И товарищ Кротов, это директор Нижнестровского национального природного парка, со мной не хочет встречаться. Я уже несколько раз пытался к нему пробиться в часы приема, но он меня не принимает. Так вот, я обратился, чтобы они проверили эти факты и разобрались в причинах и ликвидировали, скажем так, нарушения природоохранного законодательства. Вот они мне прислали ответ. Вот их ответ. Со штрих-кодом, QR-кодом. И вот что они пишут. При обстежении гирла реки Глубокий Туренчук державными инспекторами не было зафиксовано будь-яких капитальных будинков та споруд, складовые частины которых выраблены с бетону. Также не было зафиксовано и выполнение будивельных работ щодо створения таких объектов. Зокрема, не было выявлено и ознак складывания, размещения чизовезанния будивельных материалов для створения бетонных объектов. Давайте посмотрим, друзья мои, видео, которое было снято 15 апреля 2021 года на том месте, где находятся вот эти домики. Мы в рейде пошли вниз по течению по глубокому Туренчуку. С правой стороны вы видите белые такие палатки. Это тоже приготовили для платной рыбалки, чтобы вы понимали места. То есть люди уже готовятся сдирать деньги с рыбаков. И с левой стороны домики. Сначала тут деревянный, а потом из кирпича. Но, чтобы вы понимали, это уже выкат глубокого Туренчука в Днестровский лиман. Так вот, это место вообще, по идее, является местом хитеологического успокойствия. Я вам сейчас приведу отрывок из моего видео, которое я снимал в Днестровском национальном природном парке. И вы посмотрите, как об этом говорят специалисты. Где? Устья глубокого Туренчука. Ага, устья глубокого Туренчука, так. И километр, да? Так. Вверх по течению? Зона? Это зона хитеологического покоя. Хитеологического покоя в ней можно? Нельзя. Нельзя? Нельзя ловить рыбу в ней? Нельзя. Кому нельзя? Нельзя рыбакам ловить. Вообще никаким рыбакам? Да. Да? Если в заповедной зоне нельзя. Едите, летите. А что ж тогда вы не бьете в набат все? Я вот не могу понять. Ем в набат по утрам. То есть вы поняли, да? Что из-за скопления, большого скопления рыбы, птицы на данном участке не должно быть человека. Не говоря уже о том, чтобы строить здесь какие-то дома. Так вот, те, кто строит дома, те абсолютно никого не боятся. А те, кто позволяет им строить, не отвечают требованиям, занимаемых ими должностей. У меня вопрос. Друзья, вы тоже не видите конструкции из кирпича и бетона? Вот скажите, как можно не зафиксировать во время проведения проверки сооружения из кирпича и бетона инспекторами Государственной экологической инспекции? Как? Подскажите мне, пожалуйста, есть ли еще хоть какая-то служба или государственный орган Украины, который еще не погряз в коррупции? Кому еще можно обратиться, чтобы открылись глаза у инспекторов экологической инспекции? Это ж как нужно не уважать себя, свое имя, фамилию, чтобы подписывать подобные документы? Кем вы вообще считаете граждан Украины, а? Ну неужели вы считаете, что ваша очередная отписка пройдет незаметно? Вот обращаюсь к вам, неуважаемый Виталий Караулов. Вы, даже как и директор Нижнестровского национального природного парка, не отвечаете требованиям к занимаемой должности, если покрываете тех, кто строит дома на выкате глубокого турничука. Друзья, для того, чтобы проверить нарушения природно-охранного законодательства, не обязательно даже выходить из кабинетов. Я просто покажу вам все эти нарушения прямо на карте гугла. То есть, если мы откроем Нижнестровский национальный природный парк, да, вот он, глубокий турничук, впадает в Днестровский лиман. И посмотрим на его выкате глубокого, он виден, даже домик глубокого турничука, смотрите. Вот эти домики, вот они, эти деревянные домики. И вот пошли бетонные, вот один бетонный домик, и вот уже построены фундаменты под два других домика, из кирпича и бетона. Почему экологическая инспекция этого не видит? Я даже не представляю себе. Ну хорошо, даже если вы не увидели вот этого бетонных этих оснований и домика. Скажите, пожалуйста, а деревянные вообще имеют право находиться на выкате глубокого турничука в зоне регулируемой рекреации Нижнестровского национального природного парка? Вот скажите. Давайте теперь обратимся к первоисточнику на сайте Нижнестровского национального природного парка. На сайте Нижнестровского национального природного парка, вот она есть карта, да, которая, вот он, выкат глубокого турничука. и видно что фиолетовая зона вот она эта зона фиолетовая вот она вот такая эта зона регулируемой рекреации можно даже ее открыть чуть чуть больше вот он глубокий трунчук и он находится в зоне регулируемой рекреации так а теперь посмотрим на правовые аспекты рекреационной деятельности да и что мы здесь увидим найдем зону регулируемой рекреации вот она да и на ней что в ней можно делать можно здесь над любительское спортивное рыболовство раз да и что на ней запрещено делать запрещено даже запрещено размещение нам этого табриф и черновых станций без поглажения с администрации парка то есть вообще ничего нельзя чтобы здесь было никаких крысных копалок и так далее и тому подобное не говоря уже о том чтобы там были какие-либо вообще домики то есть это говорит как минимум как минимум о непрофессионализме людей которые осуществляли данную проверку друзья как-то не на позитивной ноте я заканчиваю этот ролик к сожалению неприятно получать письма подобного рода с отмазками с такими вот то есть официальное письмо которым они не разобрались что домики не из бетона не из кирпича ну как это вообще кто заставил этого корову подписывать его бумажку непонятно почему он ее подписал почему инспектор может быть его обманул я не знаю пусть разбираются в дбр там или еще где то есть я сейчас все равно не оставлю это просто так и вас друзья мои призываю реагировать на все незаконные действия или бездействия власти потому что если мы не будем реагировать мы так и останемся всем быдлом понимаете поэтому нас не хотят брать в ес поэтому на нас не берут в нато потому что мы ну народ к сожалению украины для них не представляет интересом подумайте о том что какую страну мы оставляем своим детям и внукам полностью погрязшую в коррупцию это какой-то кошмар но это не повод для того чтобы опускать руки будем бороться дальше друзья мы уверен что вместе мы сила которая наведет порядок не только на днестре но и вовсе стране счастлива видишь на барке всем удачи всего хорошего пока но и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok